Здравствуйте, приветствуем вас. Мы приехали в город Кэмпинг. Прогуляемся немного. Вот дальше дерево Магнолия. Настолько роскошное. Здесь прошли дома как кукольные. Из интересного замок есть средневековый. Здесь располагается архив, поэтому не везде можно попасть. Магнолия. Ну и деревья. Хотя еще нет листьев. Они покрыты мхом. Видно тоже такие старые. Ну, кусты зеленые, трава зеленая, поэтому не совсем пейзаж такой голый. Сегодня пасмурно. С утра был дождик. После обеда обещали хорошую погоду. Люди спортом занимаются, пробежкой. Сейчас прогуляемся, посмотрим, что увидим интересного и вам покажем. Я, кстати, когда смотрела, мне сказали несколько городов, которые возле нас, которые стоит посетить. То есть недолго ехать. Сейчас по стране, но и даже для жителей Германии. Они организуют поездки вот по таким маленьким городкам, если где-то есть, или замок, или какая-то достопримечательность. То есть они проезжают за несколько дней несколько городов, и в таких городках останавливаются, снимают гостиницу на один день, и потом двигаются дальше. Еще, кстати, у меня часто какое-то такие проведения случаются. Мы когда ехали, зашла женщина и разговаривала с другой семейной парой, и она рассказывала, вот мы сейчас едем в кемпинг, я там работаю, хотела снять жилье в этом городе, но жилья мало, и то, которое есть, оно довольно дорогое, потому что это туристический город, и мне приходится ехать в несколько остановок, а в кемпинге я не смогла осесть. Посмотрите, эти деревья, они такие тоже старые, разросшиеся. Так, сегодня еще мусор собирают, что видели много людей с такими палочками, с кульками. Здесь это, кстати, распространено, что, ну, как общественные такие работы, что люди выходят. Привлекает внимание, что все дома, видите, здесь городок небольшой, нет высоких застроек, два-три этажа. Эти домики, то есть разная архитектура, разный цвет, разный дизайн, но при этом они все ухоженные, и ты попадаешь, уже, по-моему, говорила, как будто кукольная. Здесь установлен памятник, это основатель города Феликс. Здесь есть информационная табличка. Эти камни, они означают границу между графствами. Один датирован 1878 года. Замок, который был предшественником Кеппинского, построен был в 1316 году, но впервые летопись упоминают о нем в 1347. А то здание, которое мы можем наблюдать сегодня, было возведено по замыслу Кёрнского архиепископа Фредериха III фон Севергена в 1396-1400 годах. Замок несколько раз менял своих владельцев. Его разрушали во время войн, затем восстанавливали впоследствии. В 1851 году случился пожар, и замок был превращен в руины. Но уже в 1856 начинаются работы по его восстановлению. С 1863 по 1929 Кемпинский замок служит помещением для школы. С 1984 года и по сегодняшний день в Кемпинском замке размещается городской архив. Современный вид этого строения, конечно, отличается от его средневековых форм, но приближен к ним максимально. Этот замок пережил множество войн, владельцев и переделок, но встречает нас в центре города, сейчас в прекрасном таком состоянии. Прогуляемся, я вам покажу архитектуру города. Здесь очень интересные дома. Есть не только такие, знаете, маленькие, миниатюрные, но и довольно большие. Скульптура двух борцов. Бронза. А, вот мы сейчас прочитаем. Это скульптура из музея, которая была выставлена в 1990 году. Ретроспектива. Обошли это здание. Это концертный зал, а здание построено в 1746 году. Вот афиша. Зашли в пекарню. Сейчас возьмем себе какую-то... что-то перекусить. Уже второй нам цветочный магазин попадается. Довольно много людей. Большое разнообразие цветов. Какие-то интересные такие. Это 4,50. А эти евро 90. Ну, 80 гривен, наверное, у нас не купишь. За такую цену. В каждом магазине цветочной очереди. По евро. Нарциссы 3 евро 2,90. Здесь просто приняты и любят украшать придомовые участки. Поэтому много цветов продается. Это гвоздички. Сейчас мы вышли в центр города. Довольно много магазинов одежды. Довольно многолюдно. Это мы свернули просто в такой переулочек, где нет людей. Здесь на домах еще часто пишут год постройки. Вот дом 1647 года постройки. На крыше еще иголки такие поставили, чтобы птицы не садились. А, это какой-то, думаю, что дверь открыта. Это еще какой-то здесь паб. Шестаканчики нарисованы. Такой аккуратненький фасад. Очень ухоженный дом 1668. Этот 1647. Ничего рядом не стояло. А в 1668-м построили его. И вот такие таблички. Сейчас прочтем. Указана история дома. И вот я прочла, что вот в этом доме жили сестры, которые служили вот в этом... вот в этой церкви. Очень-очень ухоженно и тоже булыжником выложены тротуары с рисунком. Из каждого ракурса очень интересный вид открывается. Дом 1664 года. Они прекрасно сохранились, да? Я уже в прошлый раз заметила, когда была в Брюге, что нет водосточных труб. Они их... А, нет, вот здесь есть. Не подземли пускай. Зашли в церковь. Есть арган. Но когда идет служба, написано, что нельзя заходить. Здесь, наверное, был какой-то праздник. Так украсили. Здесь несколько органов. Вот такие. Написано разные пожелания про мир, про то, что нам нужно следовать добру. В общем, разные вот такие записочки здесь расположены. А, это, наверное, каждый может, видите, написать. Вот какой большой орган. Уже вход, но он закрыт. И при входе вот в церковь установлен по резервуар. Здесь должна вода быть. Обмакиваешь кончики пальцев. Там все... Воды нет. Тут вход закрыт. А, туда? А здесь тоже нет воды. Много деток вышло. Видно, тоже какое-то у них обучение идет. Ракурсами так построен город, что нет прямых линий. Каждый раз ты видишь дом с другого угла. Светофор. Макраме. Мы раньше такого на кружках вязали. Как это? Дворец пионеров у нас, да, назывался? Так завернули, и чего-то, не знаю, ассоциация была с нашим полироялем. Магазинчики очень красиво украшены все. Витрины. Здесь есть ценник? Интересно, сколько стоит? 50 евро. Сколько? 50 евро. Салфетки раньше плели, а здесь из них сделали как бы вот это ловец снов. Интересно. Знакомимся с городом, и постепенно я вам тоже показываю то, что мы видим. Мальчик, упала у него сумка, и он рассыпал это, что у него сладости, печенье, яблочки. В 2004 году установлен памятник, то есть не так много ему лет. Идеи, ассоциация Святого Мартина. Культурный центр, в 2004 году. И на такую площадь, и вокруг кафе, и очень пахнет, да, вкусно. Отовсюду. Отовсюду, да. Это запахи. Столики, и на столиках вазы. Сейчас мы посмотрим, это натуральные цветы или искусственные. Тюльпаны. Настоящие, да, натуральные. Стоят водички на каждом столике. Я же говорю, здесь цветами, потому что здесь их выращивают, и Голландия рядом. очень красиво. Очень красиво, конечно. В этом здании находится кафе. Еще наверху флюгеры есть. Уже не на первом здании я вижу. Галерея. Картины продают. Давайте посмотрим. Вот эта картина 25 евро. Это побольше, 350 евро. Вход, и это же и продается. 100 евро. Такие велосипеды, они предназначены для перевозки деток. Значит, сколько стоит такой велосипед? 3500 евро. Такие электро-велосипеды по 1000 евро. Здесь для кухни. Разные кастрюльки, перечницы. 60 евро. Все, когда поворачиваешь на какую-то другую улицу, шпаркассы. А посмотри, какими буквами сделали под старину, да, шпаркассы, банк находится. Здесь по-разному на каждой улице уложена плитка. Разный рисунок из разного материала. То есть плитка сделана, разные расцветки. Поэтому это тоже как-то постоянно освежает. Так, впереди у нас тоже и как вход, арка. Сейчас пройдем, посмотрим. очень-очень чисто. Выложена плиточка и декор возле домов. Двух-трехэтажные здания и церкви. Это как город туристический. Очень много кафе в городе. И вот такие цветочные композиции. Они уже украшены пасхальной атрибутикой. какие-то дизайнерские цветочные натюрморты. Вроде один цветок, но соцветия разные. Видите, разные расцветки в одном цветке. Сочетание вот такого старинного с современным. Но современное очень органично так вписано в общий ансамбль, поэтому не режет глаз, не режет восприятие. Вот мы чуть завернули. Лужайка постриженная, террасы, балкончики. Вот это башня и вход в старый город. А здесь мы уже выходим в более современные, которые построили вокруг. Даже в современном постарались вот эту стилистику все сохранить. так встречает нас старый город. Собор из красного кирпича. Наверное, сегодня субботник, потому что очень много людей вот с такими пакетами не собирают мусор. и видно, что это не сотрудники, а обычные люди, обычные горожане. Детки с родителями, пожилые люди. Полные пакеты они насобирали. Нам встретилась поляна нарциссов. Вокруг особо ничего нет. Дорога, кусты. Такая поляна нарциссов. Также были полянки подснежников. Они просто везде росли. Потом посмотрим, будут ли также тюльпаны. Но нарциссов очень много. Четырехэтажный дом. И вот вдоль стены высадили вечно зеленые кусты. Уже совершенно другой вид. Это не магазин, это перед домом. Так люди себе высадили. столько деревьев. Возле каждого дома высажены вот разные композиции. Они не повторяются. поэтому Куст, дерево, усыпанное все цветами. Что здесь такое большое витражное окно. И вот такие строения рядышком. я прочитала, что этот дом 1794 года. И здесь оставляли разные инвентарь, тележки жители после работы на полях. И были еще такие же дома, похожие. Но когда была реконструкция города, они их снесли. Не в 1700, а в 19 веке. А вот в 1794 тут происходили другие события. Город был оккупирован. И после этого была реконструкция. В общем, город еще и богат очень историей. Я имею в виду, что была церковь, был замок, где были полевые работы. Что еще прочитала на этой информационной табличке, что некоторые дома были снесены, потому что они обветшали. Была реконструкция города. И, естественно, вот уже видим мы по левую сторону это выстроены новые дома. То есть, есть дома, которые до нас дошли с прошлых лет, можно сказать, со средневековья. вот здесь оно все гармонично сочетается. Мне нравится еще, когда есть такие балкончики. Сейчас покажу вам кафе. Они, наверное, выносят эти стулья и все, потому что здесь довольно часто дожди, чтобы не намокло. Красивый интерьер. камин, если люди хотят быть на свежем воздухе. Вот такая садовая мебель ей, конечно, влага, дождь не страшны. Покажу вам цены. Значит, дом 575 тысяч. метраж 125 квадратных метров. Трехкомнатная квартира, но это вот больше за городом мы когда были, 125 тысяч. А вот здесь уже только жилая, 78 квадратных метров, три комнаты, потому что 335 это двухэтажный, вот 98 жилая и 324 это видно считается вот потому что есть гараж, есть приусадебные участки. 565 понравился нам город, потому что он такой уютный, необычный, красивая архитектура, есть старинные дома. Вот дом 1651 года в желтый. Очень такой тихий, наверное, потому что сейчас еще нет туристов. Есть также в домах и мансандры, и внутренние дворики и вообще вход в дом, в квартиру. Украшают, вот видите, еще такие балки деревянные, очень толстые. Кстати, там ремонт. Есть старый город, который вокруг крепости, и есть уже более современный город. Он уже идет за пределами крепости, но там тоже очень уютно такие двух-трехэтажные дома, высоток нет. Вот тоже какой-то дом то ли реконструкция проходит, то ли ново вообще строят, потому что видите, некоторые дома сохранились, а некоторые все-таки пришлось обновить. Посмотрите. И белые цветы есть, и розовые. тюльпаны, нарциссы. Здесь тоже что-то интересное. Наверное, здесь даже позже включают фонтан. когда это дерево расцветает, наверное, вообще неописумая красота. тюльпаны, тюльпаны, тюльпаны. чтобы прогуляться, посидеть в кафе, все рассмотреть. Ну, кстати, сегодня суббота, и иногда все закрыто, но здесь смотрю, и парикмахерские работают, какие-то мастерские, кафешки, магазинчики. здесь открытые. Я думаю, позже, чуть-чуть, здесь намного больше людей, намного больше туристов. Кемпинг находится в земле Северный Рейнг в Ствале. Площадь 69 квадратных километров, население 36 тысяч человек. Город Кемпинг упоминается в податных списках Бенедиктинского обадства Верден еще в 890 году, впервые упомянут в официальных документах в 1186 году и получившие городские права в 1294 году. И нам по дороге встречается винтажный магазинчик, конечно, в городе с такой историей с вековой. Не может не быть каких-то таких вещичек, которые прошли через много-много столетий. Город Кемпинг является жемчужиной Нижнего Рейна. Здесь большое количество памятников и город в средневековом стиле. Стаканчики по 2 евро. Поехали. КОЛОДЕЦ. Да? Да, там даже вода есть. Раньше набирали воду и здесь замочки. Видите, на мостах замочки закрывают. А здесь тут придумали. все, мы прогулялись по городу, рассмотрели его. Такой интересный, маленький, уютный, красивый городок. Сейчас, мне кажется, стало меньше людей, чем когда мы приехали. Было как-то побольше. Вроде должны к вечеру выйти, а получилось наоборот. Днем было больше людей. А сейчас вообще мало. Все, мы говорим вам. Пока-пока. До следующих видеопрогулок. Хорошей вам жизни и благополучия. Вот здесь терраса, высажены деревья. Таким керхером. Такая была большая струя воды. Даже видно чуть-чуть, видите, вот. И мыли те растения, потому что они, естественно, припыленные, потому что здесь еще дорога. Даже здесь крыши моют. и . . .